Как вы относитесь к защите русскоязычного населения на Украине господином Путином? Он не защищает, его никто не просил. Дело в том, что на Украине никто никогда не преследовал русских. И мы русские, живущие на Украине, нас никто никогда не преследовал. И языкового вопроса в Мариуполе не стоял. Разговаривай, так у нас греков много, а на греческом разговаривают, на украинском, большинство на русском. Никогда, никогда. Мы на Западную Украину ездили не раз. Никогда никто не ущемлял нас. Нас встречали всегда с любовью. Всегда с любовью. Всегда по-человечески, с добротой. Мы сейчас в Польше, и нас тоже встречают в Польше. А Пучин – это воплощение дьявола, который просто уничтожает людей. Мирное население, мирные дома, инфраструктуру. Все рушит, рушит и рушит. Это страшно. Ему возмездие будет страшно. Он убивает тех же российско-морфанных людей. Что можно говорить об этом человеке? Это чудовище, чтобы ему сгореть. Ну, мы сбежали из Киева. А первый раз в 2014 году я сбежала из Донбасса. Я живу, жила на Углегорской ТЭС, работала 36 лет стажем. Я работала инженером старшим в химическом цехе Углегорской ТЭС. Я русскоязичная. Я Викторія, мама двоих діток. Ми з Киева. Сьогодні приїхали до Польши в пошуках спокою для себе, для своєї родини, щоб мої діти знаходились в безпеці. Поляки нас дуже чудово прийняли. Ми їм безмежно вдячні. Ми покинули свою краю. Це не значить, що ми залишили свою батьківщину. Це тільки для того, щоб мої діти спокійно могли спати вночі. Але ми сподіваємося найближчим часом повернутися до нас на Україну, в наші рідні міста, в наш Київ. Ми все відбудуємо всіми силами, все буде добре. Проклинаємо цього Путіна. Який наніс такий урон нашій країні, незалежній країні. Ми віримо в нашу перемогу, все буде добре. І чекаємо найближчим часом, чи ми зможемо повернутися до себе додому.